Живо нет. За канатом. Поднимай. Давай. Привет, Белый. Приветствую вас, Красный. О чем общаетесь? А о чем спросите или скажете? Чем занимаетесь? Радиоэлектроникой. Я сейчас в мастерской сижу, тут просто перегородка такая, чтобы можно было компьютер с камерой поставить со всеми делами. Ну, интересно вообще. Ладно. О чем общаетесь? О том, о чем спросите или скажете. То есть предлагаете навязать вам тему? Не, не надо навязывать, просто скажите, а я или поддержу, или не поддержу. Угадал, не угадал? Нет, просто скажите, что хотите сказать, спросите. А я или продолжу, или предложу что-то другое, или нажму на далее кнопочку. Вы же сюда зашли с определенной темой. С темой? Нет, у меня нет определенной темы. Ну, хорошо. Что вы можете сказать о наших, вы с Украины? Правильно? Я харьковчанин, да, украинец, да. Ну, я с Россией. Замечательно. А вы откуда, с какого города? Сахалин. Еще раз? Са-ха-ли-н. Это остров. А, остров Сахалин. Понял вас, понял. Да, пожалуйста. Наши взаимоотношения. Ну, война, там все дела. Плохие очень, да, плохие взаимоотношения. Чем все закончится? Понятия не имею, не знаю. Чем могут закончиться плохие взаимоотношения? Война чем может закончиться? Ну, чем-то плохим, наверное. Ни одна война плохими заканчивалась. Заканчивается, заканчивается. После войн всегда разруха, смерти, которые, так сказать, проявляются. Сироты, разрушения, беды, разрушенные судьбы, искалеченные люди. После войны. После войны, и во время войны, и после войны калеки убитые не воскреснут, сироты не станут вдруг, так сказать, не вернут себе родителей, отцов прежде всего. Да и матерей тоже, да. Хорошо, я понял. Это плохо на самом деле. Я хочу вам сказать, что то, что я говорил, тут хорошо никак не применимо. Это очень-очень плохо. Я понял. Негативные последствия, вы считаете, что будут межать жить в негативных последствиях? Я уже сказал, что после войны никуда не денутся человеческие трагедии, смерти, сироты, разрушенные судьбы, здоровье и так далее. конечностей не прирастут. А потом придет новое поколение и будет просто помнить эту войну и все. Ну, конечно, как мы помним войну с немцами. Ну, что гитлеровцы, фашисты, напали, разрушали, убивали, захватывали, оккупировали, да. Ну, и как жизнь им потом? Ну, надо детей учить, рассказывать им, что война – это плохо, что нападать – это преступно, что фюрер во главе государства, так сказать, это очень плохо, это приводит к войнам, что демократические, нормальные страны не нападают друг на друга, не захватывают, не разрушают границы. Ага, да, 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 вот так вот, да. Я понял. Что делал в фюре? Нападал, убивал, настраивал свой народ и объяснял, почему это необходимо. Да, вот так вот. А что он объяснял? Он говорил, что это… Ну, как, что это же… Что это… Да, что надо захватывать, что надо нападать, что объяснялось это национализмом, антисемитизмом, конечно же, да. исключительностью, что есть, как бы, народы, которые первого сорта, и есть народы, государства, которые не могут быть государствами, не достойны быть государствами. И так далее. И вот это имперское желание нападать на соседей, захватывать, грабить. А почему вы говорите, когда про фюрера, что имперское желание? Ну, потому что у фюрера, у того немецкого было цель построения немецкого рейха, империи, подчинения народов других и так далее. Рейх империи? Да, рейх империя, подчинение, захват, грабеж и превосходство, превосходство, да. Кого? Немецкого народа над другими народами. черепа, цвета глаз? Черепа, да, 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 цвета глаз, да. Еще экскурсы в историю, ну и так далее. Хорошо. Это плохо, опять же таки, вы говорите хорошо, это очень-очень плохо, очень плохо, что вы на это говорите хорошо. Я не согласен с вами, это очень плохо, еще раз повторяю. Не наигрывай. Я говорю о том, что хорошо, что я вас понял. Это признак того, что я вас понял. А, так просто не говорите хорошо, а просто говорите я вас понял. Так же гораздо лучше, правда? Ты же, ну да, ну, мне уже много лет, я привык отвечать, я вас понял. Вы какого года рождения? 75-го. А я 69-го, я старше вас. Хорошо, опять же. Ну, это уже хорошо, да. У нас так принято, когда мы поняли человека, говорите, хорошо. Или подтягивать это хорошо, ну, некрасиво. Просто говорите, я вас понял. Просто, да. Потому что я говорю про какие-то отвратительные вещи, а вы говорите хорошо, и это плохо выглядит. Ну, тогда просто задавайте вопрос, что хорошо, я вам отвечу. Просто не говорите хорошо, на то, что плохо. Нет, просто мы не будем диктовать кому-то, что говорить, просто есть наводящие вопросы, да, и мы задаем. Я вам пока ничего не задаю, мне не нужно это делать. Нет, задаю. Вы выпили немножко, правильно? Я нет. Нет? Вы можете сказать Гибралтарский пролив? Да, Гибралтарский пролив. Что, проблема? Ну, ладно. Предположим, что прокатило. Ладно. Что вам подъемно рассказать? Ну, может, этого хотите? Да? Что хотите, пожалуйста, вы, вы предлагайте, спрашивайте, говорите. Я отдыхаю, пожалуйста. Вы не отдыхаете. Не отдыхаю? Нет, вот сейчас именно отдыхаю. Нет. Вы поставили свет, поставили камеру и работаете. Я работаю, я занимаюсь радиоэлектроникой. Это мастерская, в которой стоит перегородка. Свет тут идет от монитора. Специальной лампы для света здесь нет. Вы ошибаетесь. лампы для света. я не обнимаю. Это именно свет идет чисто от монитора. Чувствительности камеры хватает, чтобы... У меня есть лампа вот тут вверху, чтобы работать над... но вот она засвечивает. Мне хватает света от экрана монитора. Неважно. Неважно. Скажите, как вы думаете фильтрация украинцев в Российской Федерации, чтобы получить российский пастор, это плохо или хорошо? Я ничего не понял из того, что вы... из этого набора слов. Фильтрация украинских граждан в Российской... Те, кто объезжает в Российскую Федерацию, на предмет отпустить, не пустить, называется фильтрация. Я просто об этом ничего не знаю. Я ничего не слышал об этом. Не знаю почему. Ну, сейчас это где происходит? В Российской Федерации. Где? Где в Российской Федерации это происходит? В Павелопорта, в Шереметьево. В Шереметьево. К вам что, много украинцев приезжают? Очень много. Очень много. Ну, как говорится, я ничего об этом не слышал, не могу ничего сказать. Ну, как так? Весь мир знает, а я не знаю. Я этой темой как-то вот, далек от этой темы. педалированной вообще хорошо. Очень хорошо. Что очень хорошо? Я не понимаю. Изолированный. Педалированный? Я же говорю, я не знаю, кто там шел. Педалированный. Я подробностей вот этого вот, вот этой ерунды я не могу вам сейчас сказать. Хорошо. В каких подробностях вы более-менее понимаете? Ну, я в технике разбираюсь. Немножко история Второй мировой войны. Очень интересно. А что там в Шереметьево сейчас происходит? Понятия не имею. И не хочу этим искать интересоваться. И вам не интересно, что сегодня происходит в мире? В мире? В Шереметьево это не в мире. Хорошо. В Шереметьево это А что такое спец операция АТО? спец операция АТО? Не знаю, это два разных вещи. А можно два варианта слышать? Ну, вы смешиваете и АТО и спец операцию. Именно когда началась спец операция, закончилась АТО. Ну, я знаю, было введено особое военное положение, и уже термин АТО я уже не слышал после этого. После начала полномасштабного вторжения, да. А что такое АТО? Ну, антитеррористическая операция. То есть операция? Операция, да. Дальная операция, направленная на что-то? Ну, конечно, на уничтожение террористов, да. А кто был террористом? Террористами? Те, кто совершал террористические действия, совершал убийства, захваты зданий, там, как это, отжим имущества, незаконные действия, направленные на террор, в том числе мирного населения? Вам не кажется, что Абаша АТО было направлено на людей, которые не согласились с Майданом? Это фраза из вашего телевизора. Людей, которые всегда есть люди, которые с чем-то соглашаются и с тем, кто не соглашается. Но когда идет терроризм, это совершенно разные вещи, причем терроризм, террористы из вашего государства. Я в Харькове это видел, как с автобусами завозились ваши граждане с Белгорода, ну и как были попытки захвата административных зданий, проведения митингов, терроризирования, нападения на простых людей, харьковчан и так далее. Я это видел собственными глазами, вы запросто меня перебиваете. Если вы меня спрашиваете о чем-то, имейте мужество выслушать. Я слушаю. Я уже вам сказал, что хотел. Что вы хотели сказать такое важное, что надо было меня перебить? На Майдане завозились автобусы? Из Америки? Из Америки? Откуда завозились автобусы на Майдане? Завозились? Нет. Еще раз. Что за автобусы? Я не видел на Майдане автобусов. На Майдане я не был. Был Харьковский Майдан. Были автобусы из Белгорода, из Курска, но особенно из Белгорода. Автобусами действительно завозились россияне. Еще раз. На Майдане автобусами завозились. Кто завозился? Не завозились? Не знаю. Я не видел. Вы были на Майдане? Вы это видели? Так завозились? Еще раз. Я на Майдане, на Киевском... Вы имеете ввиду Киевский Майдан или Харьковский Маленький Майдан? Какой Майдан имеете ввиду? Киевский. Не знаю, я там не был. Что там показывали по вашему телевизору, я не знаю. А по нашему показывали, что после победы Майдана Около миллиона киевлян вышли на улицы и праздновали победу Майдана. Алло, алло, алло. Завозили? Нет. А я не знаю, что вам там по телевизору показали. Я все знал по телевизору. Ну, где вы, откуда вы, вот вы спрашиваете об этом. Я на Киевском... Еще раз, подождите, давайте вы помолчите чуть-чуть. Смотрите. Не, не, это я вам пытаюсь что-то сказать, а вы меня перебиваете. Это тоже нехорошо. Ну, потому что вы пытаетесь изменить. Я пытаюсь изменить что? Вы какую-то хрень несете и пытаетесь ее продвигать. Кто не подвозил на Майдан никого? Я этого не видел. лично не видел, да. Ну, может быть, вы это лично видели, я же не спорю. А то, против кого началось, напомните? Ну, наверное, против этих самых действий. Наверное. Алло, 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 алло. Вы меня каждый раз будете перебивать, когда я буду какую-то фразу говорить? что я задаю конкретный вопрос. Ну, а я вам конкретно отвечаю. Ну, подгорайте. Вы можете сколько угодно говорить, что я там подгораю, когда вам сказать больше нечего, то вы как раз этим начинаете заниматься. Вам сказать больше нечего. Наверное, против кого-то. А я думаю, алло, вы задали вопрос или говорите, говорите дальше. против вооруженных террористов ваших. Так думаете. Уверен в этом. А, уже уверен. Уверен, что против ваших вооруженных террористов. На основании чего уверены? на основании того, что я знаю. А откуда вы знаете? Сам видел? В том числе сам видел, да. Ну, в Харькове, например. Вот Моторола, вот этот ублюдок, он же сначала в Харьков приехал. Есть, есть, нет, я его не видел, но есть кадры, я видел вообще, как завозились из Белгорода ваши граждане. И вот оказывается, что там есть еще и Моторола там был. Арсений Павлов, уроженец там Пермского или какого-то края. Ну, просто у него лицо запоминающееся. Ну, я понял. Что вы поняли? Ну, что вы видели там человека похожего на Моторолу. Нет, я же говорю, вы перевираете. Когда говорите, что вы поняли, вы не поняли. Я лично видел, как из Белгорода в Харьков завозились автобусами чучундры, которые не ориентировались в городе Харькове, и вместо того, чтобы прийти, ну, как бы попытаться, так сказать, как они говорили, взять администрацию, они пришли к театру Шевченко на Сумской, на улице Сумской. Что угу, что да. Еще раз? Вы сопровождали их от границ? Нет, 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 вы, наверное, сопровождали их от границ. Просто все харьковщане это знают. Они были не местные, и вместо того, чтобы взять, ну, как бы брать администрацию, они столпились, приехали к театру. Вы сказали, что видели? Видели, конечно, видел, да. С российскими флагами, с российскими номерами на автомобилях, конечно, видели. Нельзя у вас в стране сделать флаги. Это самое, они в любом супермаркете продаются, это же не было завезено из России. Российские флаги, конечно же, они же в любом супермаркете. Ну, конечно. Ну, конечно, видите, как хорошо, так сказать, вас выводить на чистую воду, показывать вас. Подлость ваша, мерзость. Мерзость вашу и подлость. Когда вы оправдываете вот это своего фюрера, свою войну, свою агрессию, да, ехидными вопросами про флаги, где же они там могли этот флаг. То есть, вы подгорели и начали, короче, сейчас мне сказали, что вы повторяетесь про подгорели, поэтому я вас переключу, да, и все. Когда вас сказать нечего, вы опять говорите, что я подгорел, я вас переключу. ты же переключай.